Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это последний обзор анонсированных цивилизаций и лидеров к дополнению Gathering Storm. Ну, просто уже анонсировано всё, что там будет, поэтому ждём уже выхода непосредственно. Но прежде чем перейти к новым цивилизациям, прошу вас проголосовать. Ссылка на голосование будет в описании к этому ролику, и, наверное, я ещё комментарий оставлю и закреплю его сверху. Там два вопроса. Во-первых, за какую из новых наций в Gathering Storm вы сыграете свою первую игру? А второй вопрос, какая, по-вашему, из новых цивилизаций самая сильная? Просто интересно узнать. Ну и голосуйте, конечно, уже после того, как посмотрите моё вот это видео. Итак, наконец-то анонсировали Османскую империю. Турок, Атаманскую империю, в общем, много названий. И лидером у них будет Сулейман Великолепный. Способность лидера называется Великий Визирь и даёт уникального губернатора Ибрагима. Этот губернатор доступен только для Сулеймана. У этого губернатора, естественно, уникальные повышения. И он единственный вообще из всех губернаторов, которого можно отправить в столицы других цивилизаций. Да, есть Амани, но её можно отправить только в города-государства. А вот Ибрагим отправляется в столицы других цивилизаций и помогает в войне, например, против этих цивилизаций. Так, прокачка Хэт Фалконер даёт плюс пять всем дружественным юнитам на территории этого города. Кстати, Ибрагим за три хода добирается до города, то есть у него такая же скорость, как у Виктора. И в принципе, в некотором смысле он повторяет способности Виктора, правда при этом действует в чужом городе, во вражеском. Интересно, что начальная способность этого губернатора даёт плюс двадцать процентов к производству, когда вы строите военные юниты. Понятно, что если вы разместите Ибрагима в своём городе, то этот бонус действовать на вас будет. Но если в чужом, то, видимо, это в некотором смысле компенсирует врагу то, что ваши юниты рядом с этим городом будут иметь бонус к силе. В общем, эта интересная способность будет замечательно проверить всё-таки в игре, насколько Ибрагим хорош. Уникальный юнит Сулеймана, традиционные янычары. По-моему, они уже во всех цивах, где есть турки, постоянно используются. Заменяют мушкетёры, что тоже традиционно открываются в технологии порох. В чём отличие от мушкетёров? Во-первых, янычары получают одно бесплатное повышение, а во-вторых, в производстве стоят 150 молоточков. В отличие от мушкетёров, которые стоят 240, то есть янычары в два раза дешевле. Но есть очень важное «но». Когда ваш город строит янычара, он теряет одного жителя. Согласитесь, это серьёзный минус. С другой стороны, если вы строите янычара в захваченном городе, то там жители не теряются. Да, и ещё у янычара на 5 больше силы. У мушкетёров 55, у янычаров 60. В общем, несмотря на то, что в городе теряется юнит, мне янычар кажется очень сильным. Уникальное здание называется «Большой базар». Заменяет банк, и Большой базар даёт плюс одно довольство за каждый обработанный ресурс довольства в городе, плюс один дополнительный стратегический ресурс каждому обработанному стратегическому ресурсу в городе. Ну, грубо говоря, удваивает количество ресурсов от города. В дополнение будет переработана система стратегических ресурсов, но даже так этот Большой базар выглядит очень-очень прилично. Уникальный юнит «Берберский корсар» заменяет капер, но при этом доступен раньше. В отличие от капера, разграбление прибрежных тайлов не тратит очки перемещения. Правда, в боевые характеристики точно такие же, как у капера. 40 ближний бой и дальний 50, но при этом аж 7 очков перемещения. Напоминаю, у капера всего 4. Ну и вкупе с тем, что «Берберский корсар» появляется раньше, то у Турции очень неплохой морской юнит имеет. Ну и, конец, способность цивилизации называется «Великая турецкая бомбарда» и дает плюс 50 производства осадным юнитам. Кроме того, все осадные юниты получают плюс 5 боевой мощи против районов. Города не теряют жителей при захвате. Ну, то есть, когда вы города захватываете. Кроме того, в тех городах, которые вы захватили, то есть они не основаны турками, плюс 1 довольство и плюс 4 лояльность. Опять же, неизвестно, что будет в Gathering Storm, но вот в оригинальной цивилизации и в дополнении Razenfall карточки на производство осадных юнитов не было. То есть, катапульты, бомбарды, пуш, артиллерия. Вся строилась, используя только то производство, которое у вас есть. Если так и будет в Gathering Storm, то вот этот бонус уникальный для турок, это очень круто. Да плюс еще и плюс 5 боевой мощи против районов. То есть, города будут захватываться турками очень быстро. В общем, Турция выглядит сильной, при этом сбалансированной нацией. То есть, у нее есть бонусы и для развития, и для войны, и на суши, и на море. Мы не встретимся никак. Хочется вспомнить Олега Газманова. Так что, надо будет пробовать, конечно, в полевых условиях. Но вот, исходя из того, что нам рассказали разработчики об особенностях нации, турки очень сильны. Следующих анонсировали Финикию во главе с Дидоной. Ну, кто не в курсе, финикийцы — это предки карфагенян, так что считайте это тот же Карфаген, только Финикия. Способность лидера называется «основательница Карфагена» и дает Финикии возможность переместить столицу в город с Катоном, выполнив специальный проект. Катон — это уникальный район Финикии, о котором чуть дальше. Кроме того, дают дополнительный торговый путь за правительственную площадь и каждое здание в нем. И плюс 50% к производству районов в городе с правительственной площадью. Ну, то есть, имеется в виду, когда вы строите район в городе с правительственной площадью, то он будет строить на 50% быстрее. Способность цивилизации называется «Средиземноморские колонии» и позволяет вам начать игру сразу с эврикой технологии письменности. Города, основанные на побережье и домашнем континенте, получают 100% лояльность. Поселенцы получают плюс 2 очка перемещения и плюс 2 к радиусу обзора, правда, когда погружены на воду. Так бы на суше, конечно, это было слишком круто. При этом поселенцы не тратят очки перемещения на погружение в воду и высаживание на сушу. Упомянутый уже уникальный район называется Катон, и он заменяет гавань. Дает плюс 50% производства морским юнитам и поселенцам, а все раненые морские юниты лечатся на плюс 100 очков здоровья в границах города. Ну, то есть, практически сразу вылечиваются полностью. Уникальный юнит Карфагена называется Берема и заменяет Галеру. Берема сильнее Галеры и перемещается дальше. Если у Галеры ближний бой 25, то у Беремы 30 и бегает она на 6 клеток. Ну, правильно говорить, у нее 6 очков перемещения, в отличие от Галеры, у которой 3. Так что у норвежских дракаров появляется достойный соперник. Я бы даже сказал, что Беремы покруче будут, потому что бегают дальше. Еще одна интересная особенность Беремы, это то, что торговый караван не может быть разграблен, если он на море и в радиусе 4 тайлов от Беремы. Ну, я не думаю, что это часто будет использовано. По-моему, Финикия выглядит не так круто, как Турки, и явно заточена на игру на море. Тем не менее, вот эта способность быстро строить поселенцев со своим уникальным районом будет интересна для быстрого расселения. Так что я бы не назвал Карфаген чисто морской нации. К тому же много дополнительных торговых караванов за каждое здание в правительственной площади. А правительственную площадь довольно быстро можно построить, как и первое здание в нем. Считайте, два каравана в начале игры неплохой бонус к развитию. В общем, опять же, ждем выхода игры, будем пробовать. Ну и последний анонс, это не цивилизация, это только лидер. И фишка его в том, точнее ее, что за Алиенору Аквитанскую можно играть за несколько цивилизаций. Либо за Францию, либо за Англию. Ну, исторически так сложилось, потому что она была сначала женой короля Франции, и для него родила наследников. А потом вышла замуж за короля Англии, и для него родила... Ну, вообще она мать Ричарда Львиное Сердце, кто не в курсе. Ее еще называли бабушкой средневековой Европы. Так что здесь отмечу только способность лидера под названием Суд Любви. Шедевры в городах Алиеноры вызывают минус одну лояльность во всех вражеских городах в радиусе девяти тайлов. Ну, я так понимаю, каждый шедевр. То есть, если три шедевра, то будет минус три лояльность. Город, который потерял лояльность, и на который оказывается больше всего давление от Алиеноры, пропускает этап свободного города, и его сразу можно присоединить к своей цивилизации. Так что вот это лидер, за которого можно попробовать сыграть через давление лояльности. Правда, я вот не припомню, чтобы у Франции и Англии были какие-то другие еще бонусы на лояльность. На этом все. Мы теперь точно знаем список всех восьми новых цивилизаций и девяти новых лидеров. Я их вам напомню. Венгрия под предводительством Матвея I Корвина, Маури под предводительством Купе, Канада и ее лидер Вильфред Лорье, Инки во главе с Пачакути, Мали с лидером Мансамусой, Швеция с Кристиной на троне, Атаманская империя с Сулейманом Великолепным, Финикия и Дидона, и, наконец, Алиенора Аквитанская во главе либо Англии, либо Франции. Еще раз напоминаю, в описании есть ссылка на голосование. Пожалуйста, проголосуйте, за какую нацию вы сыграете первый и какая цивилизация, по вашему мнению, из новых самая сильная. На этом все. О ваших впечатлениях о турках Финикия и Алиеноре надеюсь прочитать в комментариях. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok